И еще одних интернет-мошенников ищут столичные милиционеры. Аферисты решили сыграть на самых низменных чувствах своих жертв. В правоохранительные органы обратили сразу несколько человек с заявлением, что при определенных условиях они вынуждены были отдать крупные суммы денег. На сайте знакомств потерпевшие общались с очаровательной девушкой, чей разговор быстро склонялся к виртуальным утехам. Когда дело доходило до интимного момента, видеосвязь обрывалась, а после появлялось сообщение от загадочной незнакомки и номер счета, на который требовалось перечислить определенную сумму денег. В случае отказа тайное станет явным. Владимир Королев узнал, почему люди добровольно готовы отдать свои деньги. То, что компьютерные вирусы могут выманивать деньги, к этому привыкли многие. Общаться с киберинтеллектом не получается. Умная программа разблокирует компьютер лишь после оплаты так называемого штрафа. Если программисту с этой бедой удается разобраться, то куда сложнее договориться с реальным мошенником на сайте знакомств. Только за минувшую неделю в милицию Ленинского района столицы поступило сразу четыре заявления. Как поясняют сами потерпевшие, посещая сайты знакомств, у них на мониторе появлялось дополнительное диалоговое окно с изображением симпатичной девушки, которая предлагала познакомиться и пообщаться. Спустя несколько дней девушка предлагала заняться виртуальным сексом. Когда дело доходило до самого интимного момента, видеосвязь обрывалась, вместо этого появлялось множество цифр. Это был номер счета, куда новоиспеченному другу предлагалось перечислить деньги. В противном случае все интернет-друзья потерпевшего увидят весьма пикантный ролик. Все это время действия пользователя записывала программа. Сейчас в отношении вымогателей возбуждено уголовное дело. Впрочем, следователи уверены, что криминальный след в этой истории выходит далеко за рамки нашей страны. Предположительно, мошенники находятся на территории России. Минимальный штраф за такие деяния 60 долларов. Один из жителей столицы за конфиденциальность видео раскошелился на 550 долларов. Впрочем, в ловкие руки аферистов попадают и девушки. Киминчанка через интернет попросила гадалку приворожить любимого человека, но вместо этого заплатила за молчание. Обратилась к гадалке с просьбой погадать. Предоставила личную информацию и фотоизображение себя и своего близкого человека. В последующем мошенникам была использована данная информация. То есть полученная информация о социальных страницах, преступник шантажировал и вымогал деньги. В настоящий момент данные лица не установлены, проводится проверка. Все чаще пользователи в интернете сталкиваются с профессиональными вымогателями. Побоявшись предать огласке свои тайные желания, жертва готова заплатить мошеннику любые деньги. На это аферисты и рассчитывают. Милиции уверяют, чем больше заработок вымогателей, тем чаще будут появляться такие преступники. Поэтому правоохранители советуют в подобных случаях сразу же обращаться в милицию. Владимир Королев, Виталий Селявка и Алексей Правдиков. Зона Икс. Минск.